А теперь о менее приятном, об открытии американских учёных. Эти отважные люди провели исследования в обычных квартирах и выяснили, что даже самое чистое жильё – настоящий инкубатор заразы. Причём, кроме известных грибков и паразитов, в домах обнаружены 8 тысяч совершенно новых колоний микробов. Елена Дружняева очень обеспокоилась вопросом. Здравствуйте! Мы телеканал «Пятница» предупреждаем про бактерии, и то, что учёные очень много нашли в доме страшных. Девушка, а мы же не первый день замуж. Вроде бы соображаем, зачем это ещё на телевидении снимать. Сразу видно, россиянам до новых бактерий дела нет. Как ни старались предупредить население о заразе, реакция одна и та же. Учёные обнаружили в доме бактерий очень много. А вот студент-медик Дима в теорию американцев верит. Для безопасности выдал нам маску и перчатки. Облачился сам. Говорит, самое вероятное место обитания новых микробов – унитаз. Ведь там и так был целый рассадник. Можно подцепить эксплосмос, стафилококков, регионелл. Эти названия студент вспомнил из лекции по микробиологии. Точно детектив продолжает исследовать жилище. Уверен, полчища паразитов живут и в полотенце для рук, и в губке для мытья посуды, и на разделочной доске. Ну что, всё стерильно чисто, бактерий там нет? Я боюсь, что они там всё равно остались, а лучше и выкину, наверное, вместе с губкой. Ещё одно очень страшное место в квартире – это холодильник. Например, в скорлупе яиц водится такая бактерия, как сальмонелла. В лучшем случае будет понос. Чтобы понять наверняка, есть ли в квартире неизведанные микробы, берём пробы с половой тряпки, губки, доски и унитаза. Понесём в лабораторию. Здравствуйте. Но эксперт Александр с порога заявляет – никаких сенсаций не ждите. Новые микробы в пробах вряд ли обнаружатся. А вот в компетентности коллег из США сомневается – 8 тысяч видов доселе неизвестной заразы. Похоже не на научную сенсацию, а сценарий голливудского блокбастера. Это должно быть достаточно высокой мощностью. Лаборатория микробиологическая, которая бы этим занималась день и ночь, выявляя новые виды микроорганизмов. Поэтому я очень сомневаюсь в том, что они именно нашли какие-то новые микроорганизмы. Может быть, они о них банально не знали. Пока ждали результата, всё же надеялись. А вдруг и у нас, как в Америке, новые бактерии. Но реальность оказалась до противного прозаичной. На губке обнаружены банальные плесневые грибы. На ободке унитаза тоже ничего эксклюзивного. Кстати, делать уборку и добиваться полной стерильности специалист не советует. Микроорганизмы, которые у нас в квартире, как правило, это те же, которые есть и на нас. Их отсутствие тоже может негативно влиять, в том числе и на развитие иммунитета. Обрадовались открытию, что частые уборки вредят здоровью. И решили жить с бактериями в мире и согласии. Елена Дружняева, Артем Ласточкин. Новости пятницы.